По утру наставляющие его мудрецы уходили, их место занимали опытные коины, которые упражнялись с ним в искусстве перекладывать благоговение из ложки в ладонь. Одном из самых трудных действий, которые первосвященники должны были совершать при служении в святая святых в Йом-Кипр. Из ложки переложить в ладонь. Что это значит? Ложка – это клей, находящийся на неживом уровне, а ладонь – это клей, находящийся на уровне человека. Желание получать, даже говорили. Да, то есть поднять на такой уровень благовония. Благовоние – это отражающий свет, это орхозер, это то, что ты возносишь к Творцу. Поднять на такой уровень – это тяжело. Это желание отдачи, которое является благовония, поднимаю на уровень лжи. Ты должен включить совершенно другие свои желания на отдачу. Те, которые раньше никогда не использовал. То есть пойти на такие жертвы в своем эгоизме, которые казались раньше невозможными – это тяжелая работа. То есть в нашем мире иногда такие незначительные действия, они на самом деле самые тяжелые в внутреннем исполнении. То есть я могу даже предположить, то есть все время мое использование было как бы из ложки. Ну вот представь себе, что я тебе там даю сейчас полстакана воды. А как я это могу дать в духовном? Я должен сделать на себя сокращение, полное исправление. Все желания, которые у меня есть к этому стакану воды, подняться над ними, исправить их на Ахафетс Хэсет, на первую ступень, на святость. И потом исправить их на вторую ступень, святая святых. И только потом я могу тебе отдать. Ну, на. Ну, давай. Ты понимаешь? Да, давай. В чем проблема? В нашем мире это все так рядом. А в духовном мире это десятки, десятки лет трудной работы и сотни ступеней. Грубо говоря, поднять стакан и передать его другому. Внутренне, не внешне. Поэтому мы находимся в таком мире. Мы находимся в таком состоянии, в котором мы можем якобы выполнять духовные действия. Якобы. Если бы мы это не могли выполнять, мы бы не смогли вообще существовать. Поскольку мы можем их выполнять, благодаря этому мы сосуществуем. И вообще существуем. А в духовном, пока самые внутренние твои желания не будут готовы вот так сделать, ты не в духовном. Это уже другой разговор.